здравствуйте друзья у нас в офисе илья известный нашим зрителям по нескольким сюжетам вы когда к нам приехали напомните первый раз я вас снимал когда было дело уже два года мы знаем илью мы знаем его жену вику ну кто знает тот знает у нас вообще много народа прибывает на канал поэтому мы исходим из того что многие вас первый раз видят значит давайте мы к теме сразу у нас илья работает по автоматизации тестирования и он хотел рассказать о том что вот недавно искал работу и у него накопился некоторый опыт чего опыт опыт как повысить себе стоимость в индустрии давай зарплату как найти работу как общаться с своим настоящим имплойером и потенциально речь не идет и именно от от тестерах речь идет о чем-то ну давай немножко назад отсядете а то вы когда двигаетесь у меня резко картинка вот отлично как бы в принципе это специфик фора как бы автомашек веки окей хорошо также это подойдет и для программистов я думаю что переносимые там вещи насчет не знаю как это будет переноситься на обычное мануальное тестирование ну да технически давайте про автоматическое так сначала немножко расскажу предысторию работал я где сейчас работаю собственно на своей первой позиции автомашин компании ignite это компания которая делает cloud storage для очень больших других организаций продает его очень порога и была у меня зарплата небольшая относительно 95 тысяч плюс акции как бы я как бы понимал что в индустрии зарплата много выше и я понимал что и underpay сейчас немножко философскую такую мысль скажу что никогда не думайте что вы underpay такого не бывает если вам платят столько то значит вы сейчас столько стоите может быть несколько вариантов почему столько стоите но вот если я допустим вышел на рынок и мне дали над на 30 тысяч больше тогда я получается стоил дороже но получал меньше вообще в принципе я считаю что инженера нужно рассматривать как ассет вот как акцию да она может стоить больше определенный момент времени по нескольким причинам первое это как бы причины реальные например компания стала больше зарабатывать до денег на акции больше также инженер он стал больше более экспириенс он должен больше зарабатывать денег соответственно он как бы может компании больше принести дохода как инженер второй вариант я это вариант как бы такой можно сказать политический и социальный акции еще можно стать больше когда выходит с его компании говорит что у них очень хорошо дела идут и поэтому акции поднимаются да также с инженером тут маленько по-другому инженер когда он сам осознает осознает тоже что он стоит больше и он дает понять своему имплойеру что он стоит больше и у него повышается зарплата ну а могут обидеться нет обидеться могут но сейчас я про это рассказать что нужно делать чтобы не обиделись значит прежде всего если вы хотите больше денег первое что вы должны сделать это начать искать работу вы не должны не пытаться с ними говорить заранее никогда никогда нельзя и даже после этого никогда не нужно просить повысить зарплату потому что вы в принципе как мне кажется опять же я может быть многие со мной не согласятся особенно люди которые там может быть которые там уже по 160 тысяч зарабатывают у них какие-то свои пути есть у них какие-то свои убеждения у нас на канале таких не было но я как бы в основном говорю так мой таргет на людей которые не получаются не получаются только значит начать искать работу делать это чтобы как бы ваш работодатель желательно этого не знал соответственно потому что в основном когда работодатель понимает что вы ищите работу это может кончиться либо да это может закончиться тем что он повысит зарплату просто когда поймет либо с вами могут попрощаться потому что в принципе не очень любят когда работая где-то ищут работу активно то есть не пассивно когда вам позвонил вы сказали ну ладно а именно активно значит вас вас что-то не устраивает зачем как бы у меня в москве был знакомый начальник который говорил лошадь хороша пока не понесла а сотрудник пока не собрался уходить эффективность труда естественно вашего падает конечно понимает ваш работодатель когда вы ищете работу вы уже мысленно распрощались с этой работы поэтому лучше это всего делать чтобы он не знал а для этого искать пассивно значит искать работу пассивно искать работу пассивно это означает не вывешивать свое резюме на монстр дайс достаточно просто очень хорошо обновить свой linkedin профайл чтобы там была актуальная информация информация нужная рынку я вас уверяю начну звонить каждый день писать имейлы рекрутеры с вами так произошло бытует мнение что рекрутеры это какие-то нехорошие личности многих людей с которыми общался на самом деле мой главный совет налаживайте отношение connection с рекрутерами вашими потенциальными и настоящими потому что это поднимет ваша общая способность найти работу в любую секунду если у вас есть 10 чейн имейлов бывших каких-то переписок с рекрутерами просто отправя им один имейл то что вы сейчас возможно на маркете вы получаете возможно 10 интервью в этот же день я хочу просто к этому добавить что рекрутер ни копейки не заработает до тех пор пока вы не начнете работать он на вашей стороне полностью рекрутер как никто другой заинтересован как можно больше зарплате вам потому что многие из них работают именно на процент от вашей зарплаты и чтобы как можно дольше проработали в компании чем чем более синяя позиция тем больше они на проценте потому что вот с позиции которые копеечные они могут очень существенный процент загребать а на серьезных на дорогих таких позициях то есть там у них как правило как правило фиксировано я знаю многих у которых фиксированный процент и не не очень большой цель вот как произошло со мной что я сделаю просто поднял архив нескольких недель который я игнорил раньше с линкты на это когда я захотел чтобы мне больше платили и я я просто и ответил что да я мог бы мог бы попробовать но никогда не говорите тоже рекрутеру не ставьте себя в слабую позицию не говорите что вы нам на рынке вы не любите свою работу вы хотите срочно уйти говорите что да вы могли попробовать потому что рекрутер если он не на проценте все-таки она конкретном каком-то размере который может сам еще и регулировать договариваться и он понимает что вы в слабой позиции он может соответственно попытаться дать меньше денег больше себе все тоже очень важно сделать это начните проходить интервью пытайтесь назначать интервью либо рано-рано утром либо после работы рано утром что такое а то есть до работы если вы работаете я допустим работал с десяти всегда то есть она на 8.30 на 9 назначал интервью а люди уже есть компании на это время или они специально придут так рано специально приходят как бы на на позиции на хорошие если вы просите они наоборот даже ну даже после работы может как угодно соответственно а есть такое чтобы скайпе интервьюировать а есть но как правило это когда далеко так нам хотят чтобы все всегда люди приезжали но если вы уж совсем какой-то крутой 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 специалист и очень нужны то естественно они согласны даже на телефон но я имел ввиду что поговорили скайпе а потом уже позвали например живьем вот опять же да процедура как это поэтапно происходит то есть первый этап да это когда вас просто вот заметили это самый главный этап кстати почему я говорю что нужно всегда на лесу резюме и всегда обновлять свой linkedin профайл потому что чтобы пройти до самый первый этап у вас даже быть все актуально и все как 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 нужно на линкдин и второй этап это когда рекрутер либо в компании либо аутсайд какой-то аутсайдер вам звонит что они делают как правило первое они хотят понять что вы вообще по-английски говорите потому что ему тоже не нужно связываться с человеком есть такое да то есть они просто хотят услышать что это реальный человек что это не какой-то не фейковый человек что вы говорите по-английски и что как бы вообще с вами можно как-то работать чтобы не сумасшедшие там и так далее это второй этап третий этап это когда этот рекрутер назначает вам он сам связывается с будущим вашим работодателем потенциальным и он назначает вам телефонное интервью 30-минутное с менеджером скорее всего или лидом как правило менеджер либо таки менеджер будет либо это будет хайлинг менеджер тут может быть два варианта это может быть техническое интервью 30-минутное или это может быть если это хайлинг менеджер интервью с точки зрения что вообще подойдете ли вы компании как персонали примерно это было 50-50 на техническом интервью очень все просто как правило то есть не не ждите каких-то сложных вопросов не пройти его невозможно если вы как бы чуть-чуть претендуете на эту позицию и вы знаете какие то у вас есть знания элементарно не пройти это интервью очень сложно но это больше такое интервью на выкорчевывание сорняка к тому же менеджеры как правило знают меньше инженеров опыту вообще то есть если вас будет менеджер вы даже возможно будете более квалифицированы чем он в технических каких-то металях да да